Всем привет! Сегодня 3 июня, уже небольшой дождик и начинается цветение винограда. Перед цветением винограда, надеюсь вы успели обработать виноград против мельдиоидиума. И листоверки, клещей разных. Ну а в начале цветения я обычно провожу операции по улучшению опыления и уменьшению инфекционного фона. Я обрываю старые листья, вот как вам видно побитые градом немножко, то есть они уже свое отработали. Вот. Они не больные, но они уже свое немножко как бы отработали, отслужили. Но они теперь не выполняют функцию как бы вредоносную. Они затеняют, препятствуют вернее вентиляции куста, проходу воздуха. Ну и естественно препятствуют проходу пыльцы, поскольку вот этот у меня куст Надежда Азос, ее нужно максимально, это у меня обоеполый сорт, ей нужно дать возможность свободного движения воздуха. И чтобы не только уменьшить инфекционный фон виноградника и куста в целом, но и создать условия для лучшего опыления куста. То есть, чем лучше будет проток воздуха, тем лучше будет опыление данного куста. Старые листья я использую не просто выбрасываю, а использую их по специальному назначению. Они у меня еще послужат в бочке с зеленым удобрением. Вот такая вот бочка, 260 литров, и она у меня наполнена бурьяном, сорняками, листьями из винограда. Конечно, запах очень и очень специфический, как перегной напоминает. Все-таки процесс брожения идет, вот, две недели у меня будет стоять, уже неделю отстоял, еще неделю, и продержаться, и буду подливать все свои растюхи. От крыжовника и пересека до винограда и смородины. Это азотистое азотное удобрение, здесь очень много полезных элементов, нужных для построения и развития вегетации кустов и вообще растений в целом. Ну вот, как я уже говорил, нужно бороться с загущением кустов винограда, обрывать старые листья, и процесс опыления, это у меня валюк. И процесс опыления пройдет у вас очень успешно. Вот. А на этом, ребята, я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего урожая традиционно. Ставьте лайки, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok